Я знаю, что Мессия придет. И вот когда Он придет, Он нам откроет все. Это Я. Тот, кто говорит с тобой. В этот момент вернулись ученики Иисуса. И очень удивились, что Он говорит с женщиной. Но никто из них не сказал ей, чего ты хочешь, и не спросил Его, о чем ты говоришь с ней. Женщина оставила свой кувшин и вернулась в город. Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? Какого какого человека? Не понимаю. Они вышли из города и пошли к Иисусу. В это время ученики просили Иисуса, учитель, поешь. Но Он ответил, нет, у меня есть пища, о которой вы не знаете. Ученики стали спрашивать друг друга, может, кто-нибудь принес Ему еду? Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело, которое Он мне дал. Вы говорите, еще четыре месяца и наступит жатва. А я вам говорю, посмотрите внимательно на Нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечно. Так что вместе и сеющие и жнущие будут радоваться. И здесь же опять возвращаясь к вопросу омовения ног, когда Иисус снимает одежду, я вчера говорил о том, что одежда как раз-то и есть мирская. То есть тут же вы можете самарянку сюда же отнести. То есть это вот эти же вопросы. Ученики приходят, каждый со своими, один с другой овчарней, третий чернокнижник, четвертый с матронами всю жизнь, с поклон веков, пятый. И у всех вопросы к одному Иисусу. Та же история происходит и сейчас. Меня как обучающему вас, ко мне же вопросы каждый день, я на них отвечаю вам, чтобы вы понимали, что я не придумываю уже с января, так что никому и не снилось. Я отвечаю на ваши вопросы. Он отвечает на ваши вопросы через меня. Вот и все. Это не попытка кого-то как-то унизить, обидеть или оскорбить. Нет. Я просто отвечаю на ваши вопросы, которые бесконечны, вместо того, чтобы нам обучаться с вами. То есть как раз-таки эта еда, которую предлагают ученики, это и есть. Да, вот та одежда, которую он снимает, да, про которую я говорил, что все, что Иисусу понакидали, все его вопросы, все его, все какие-то версии, да, ваши версии, притч, то, с чем я сталкивался. И сталкиваюсь до сих пор, да, когда мне люди, знающие, говорят, что ты там верхушек понахватался. У меня вот свой вариант по этой или иной притче. Опять же, ради Бога, и у вас может быть 10 вариантов ваших. Но истинный тот, который Отец Небесный передает его через меня. И не удержусь, допишу, если у вас они есть, ваши варианты, то почему все 2000 лет вы обсуждаете валов и овец, и больных людей у овечьих ворот, и ходите мыть ноги друг другу, называя это купанием? Опять же, это то, что я услышал, находясь в церкви. Девочки купаются. Где ваша версия о том, что это не просто омовение ног, а передача знаний, сокрытых от начала времен в Библии? Или вам просто об этом некогда говорить, потому что вы разговариваете абсолютно о других вещах в церкви, вы сидите, обличаете меня. Есть вам эти хлебы и рыбу, это ваше личное дело. Да, но вы должны также понимать, что ваша еда, она мне не нужна. Меня кормит Отец Небесный. Вот давайте скажу так, да, без обид. Вы поймите меня правильно, да, если я буду слушать ваши версии каждого из вас, у меня не будет времени на то, чтобы передать вам истину, а я пришел сюда вот с этой целью. То есть Отец Небесный меня послал с этим, да, передать вам, а не выслушивать ваши версии. Поэтому вот эта пища, которую ученики Иисусу предлагают, это и есть ваши версии, притч, да, в то время ученики свои версии ему говорят, что о нас свечку Матроне учили ставить. Ну давайте в то время вернем, во времена Моисея, например, да, представляете, какая там у Моисея была история с тем, что он вырос в семье фараона. И тут ему вдруг Отец Небесный обращается и говорит, Моисей, Моисей, какие собаки, выводи народ свой из рабства. Ну вы представляете, какая у него борьба была в голове. А представляете, он еще и народ выводил. И каждый к нему со своей версией о том, что жираф это сын солнца. Что-то такое там было наверняка. Ну вот представьте себе только это. Я говорю, история повторяется, да, начиная с Моисея. Разница была в том, что Иисус это Бог, а мы посланники Божьи. Вот и все. Но вопросы одни и те же. В разное время одни и те же вопросы в других лицах. Там слоны, куры, а сегодня Матроны. Ну как бы вот так. Да, и поэтому опять же, ребят, не обижайтесь, но ваши версии мне некогда слушать, потому что мне надо слушать отца. И писать вам уроки. И говорить то, что заложено от начала времен. Вот так. Поэтому благодаря вчерашнему уроку я вам смело заявляю, что я уже хожу голышом обвязавшись полотенцем. Уже обмываю ноги, многим, многим уже. А некоторые из них уже начали омывать своим друзьям и родственникам. А Фома где-то потерялся. Бегает где-то. Проверяет все еще. Или обличает, сидит. Ну вот, история ровно вот такая. Поэтому зависит только от вас, как быстро вы схватите. Как быстро вы уберете ногу с педали тормоз и как минимум включите первую скорость, чтобы бежать в горы. Друзья мои, не обижайтесь, пожалуйста. Но уроки строятся помимо всего. Я же рассказываю то, что обижает меня. И вы должны понимать, что я говорю это не для того, чтобы обидеть вас и обличить, а для того, чтобы вы услышали. Я вот опять же, говоря моей маме, я говорю, мам, я недоумеваю, как так? Если бы... Опять же, тут вопрос нарциссу, людей нарциссов. Я таковым не являюсь. Мне кажется, если бы появился вот такой человек рядом, я бы вцепился и днём и ночью расспрашивал. А люди наоборот. Как бы... Ну, как бы... Я и удивляюсь, но я и не удивляюсь. Да? И Моисею было непросто, и Иисуса распяли. Ну, понятно, что почему у меня должна быть другая история. Да? Что все меня-то все услышали, я тут суперзвезда. Опять же, хотя я не к этому рвусь. Всё, за что я переживаю, это за то, что времени не осталось. И насколько громкими будут дни великой скорби, я понимаю, насколько будут громкими, потому что люди, услышавшие клич, они только ещё уселись перед тазиком. Ещё даже ноги не поставили. Вот в чём дело. Понимаете? Да, я уже знаю, какой будет итог. И почему это время называется время великой скорби. А не время счастья и долгожданной встречи с нашим Господом Богом. Беспроблемного. Именно поэтому оно и называется время великой скорби. Вдумайтесь в это. Услышьте меня. Бегите в горы. А те, кто уже бежит, блокируйте этих людей, которые вам говорят, что я дурак, а Матрона молодец. Что я дурак, а вы идёте бухать. Блокируйте тех людей, которые говорят, что меня надо обличать, в то время, когда вы идёте с ними просто поболтать о природе и о погоде, находясь в церкви. Вот и всё. Потому что ещё и ещё и ещё раз. Не за Ваську, не за Алёнку, не за Петьку, не за Серёжку вы будете отвечать. А вы будете отвечать потом за себя. Когда вас спросят, а чего вы не бежали-то? Клич слышали. То есть ваши отговорки, что а мне сказали, что он, а я вот думала, что вот так вам скажут, было написано чётко. Клич услышите, бегите. Чё ты там делала? А, по огороду поливала. Цветы выращивала. А зачем ты это делала? Поверьте мне, будет разговор ровно такой. А где доверие, о котором ты мне говорила? Он вам скажет. А где любовь, о которой ты говорила? А где жизнь, про которую ты говорила, что ты готова отдать за Господа Бога твоего? Но когда он к тебе обратился, лично, ты переживаешь за рассаду, за квартиру, за машины, за нехватку бабла на очередное платье или за что-то ещё. Не только, за свою вечную жизнь. Разговор будет с вами ровно такой. Да, и с верующими, и тем более уж не с верующими. Но опять же, с незнающих спрос меньше. Помните это. Господа, братья, сёстры, прихожане, знающие Библию. Об этом помните. Пока. Субтитры подогнал «Симон»